Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня мы поговорим про... Продолжим тему, которая вызвала громаднейший резонанс у нас на канале, большое количество просмотров. Я не знаю, видите вы или нет, мое плеванное лицо, сколько было там написано и сказано по поводу того, что я не прав и государство не оставит нас в стороне. Пенсия обязательно будет. Хочу расставить точки над им, предоставить некоторые аргументы, показать слайды. И, ребят, я не говорю, что пенсии не будет. Я говорю, что в том виде, на основе тех ожиданий, которые люди строят, система не выдержит. Ну просто, понимаете, есть физические законы, да, то есть есть законы гравитации, есть законы спроса и предложения, то есть есть просто законы природы, известные законы, неизвестные законы, которые не работают. Вы можете их не знать, но они работают, они присутствуют. То же самое по пенсионной системе. Дело в том, что для того, чтобы выплачивать пенсии и чтобы она была достойной, должно быть пополнение бюджета пенсионного фонда. И бюджет пенсионного фонда, он пополняется за счет отчислений, которые осуществляют работодатели с зарплат работающих сотрудников. То есть вы должны понимать, что пенсии формируются не из налогов, которые уплачиваем, потому что налоги, они идут на пополнение бюджета. Бюджет Российской Федерации и пенсионный фонд Российской Федерации – это разные вещи. И когда мы говорим о налогах, когда мы говорим об акцизах, то есть нужно понимать, что не пенсионный фонд России, не государство России как таковое, оно само по себе валью прибавочную стоимость не создает. Это делают люди, это делают бизнес. И соответственно, когда мы говорим про пенсионную реформу, нужно понимать, что средства пенсионного фонда формируются за счет работающих людей, потому что с зарплаты идут отчисления. Отчисления составляют там в сострах, то есть есть пенсионный фонд, есть социальное страхование, есть медицинское страхование. И вот эти вот там на круг сейчас выходит порядка 35% с размера оплаты труда. То есть человек, который получает 100 тысяч рублей, нужно понимать, что работодатель из этих 100 тысяч рублей, как минимум 35 тысяч, заплатил в различного рода фонды. И это не маленькие суммы. Поэтому, когда я делаю выводы и говорю о том, что пенсии не будет, я говорю, что не будет пенсии в том виде, в котором она есть. Сейчас на слайде вы видите так называемое понятие «русский крест». Что такое русский крест? Это вот здесь стрелочка указана. Когда у нас количество людей на тысячу населения в России, с 50-го года, соответственно, оно неустанно снижается. То есть в 50-х годах на тысячу человек у нас рождалось 27 новых детей, назовем это так. А умирало 10 человек на каждую тысячу. В 90-х годах мы видим резкий скачок. То есть со всеми реформами, переходами. То есть у нас происходит рождаемость резко снижается. С 13 человек рожденных малышей на тысячу населения падает там до 8-9. А смертность увеличивается с 11 до 15. И происходит естественная убыль населения. То есть население убывает, количество людей убывает раз. Старение происходит, то есть возраст увеличивается. И второй момент, что количество стариков увеличивается, количество рожденных, взрослых, трудоспособных людей уменьшается. Продолжительность жизни, в принципе, тоже увеличивается. И поэтому пенсионная реформа, которая зарождалась в 2020 году, если вы посмотрите на графики, я специально сделал такую ограничитель красной-красной линии, такой Рубикон, назовем это так, 70-е годы. То есть пенсионная реформа изначально, как она была, что для всех людей, рожденных после 1967 года вводилось понятие накопительной части пенсии. То есть страховая часть, она, соответственно, вообще вся пенсия, предполагалось, будет формироваться из трех частей. Будет базовая часть, будет страховая часть, будет накопительная часть. То есть базовая часть, она гарантируется государством, как минималка какая-то. Страховая часть, она зависит от того, какие взносы платят официально работодатели, какие отчисления происходят. И некая накопительная часть, которая инвестируется. И, соответственно, она влияет на будущую пенсию. Она инвестируется и получается некий инвестиционный доход. Но в 2010-х годах, ну то есть идея была какая? Вот сейчас люди активно бросятся инвестировать, да, начнут переводить свою накопительную часть пенсии. Но в 2000-х годах, соответственно, что у нас происходит с пенсионной реформой? Вернее, в 2010-х годах. Бюджета пенсионного фонда, то есть стариков стало много, пенсионеров стало много, а работающих стало мало. И то есть средств пенсионного фонда стало недостаточно для того, чтобы выплачивать пенсии. А у нас еще и пенсии регулярно индексировались, ну как бы, потому что люди не понимали, ну как это? Цены на нефть растут, зарплаты у всех растут, все везде растет, все хорошо, все шикарно, почему тогда пенсии не повышаются? То есть понятно было, что государство не могло не увеличивать пенсии. То есть размер пенсии индексировался, пенсии увеличивались, но текущих отчислений работодателей, которые производились, их уже было недостаточно для того, чтобы выплачивать пенсии. И начались трансферты в пенсионный фонд, да, то есть тянули откуда могли, вот в рамках социальных программ, со страха, с медстраха, да, то есть начали плыть другие программы. И тогда в 2010-х годах активно, мы его помним, да, то есть началась история. Дружище, внеси сам 2000 рублей на накопительную часть пенсии, а государство тебе еще добавит 2000, и потом в будущем у тебя увеличится размер накопительной части. Софинансировали накопительную часть пенсии, потому что денег просто элементарно не хватало. И если ты не увеличиваешь пенсионный возраст, возраст выхода на пенсию, и пенсионеры начинают валиться у тебя, ну вот эти вот люди, рожденные там вот в этом, в 50-х, 60-х годах, да, там 26-23 человека, которые, они стали выходить на пенсию, ребят. Вот в это время с 50-х годов, посчитайте, 2010-й год, 60 лет, 55-60 лет, то есть люди, родившиеся с 50-го по 60-й годов, в этот период они начали активно выходить на пенсию. И если ты им не сдвигаешь эту планку на 5 лет, то у тебя пенсионный фонд трещит под самим. Ты не можешь индексировать, ты не можешь выплачивать, где-то нужно эти деньги брать, куда-то их нужно. И сказали, ребят, давайте софинансируйте. Начали софинансировать, где-то подключили сами компании, которые софинансировали, где-то люди сами самостоятельно софинансировали. Но мы же видим, что дальше-то у нас, опять-таки, по графику, что у нас рождаемость-то снижается. И получается, пришли к 70-м годам, где рождаемость упала там в 2 раза. Вот эти вот пенсионеры, они сейчас все вышли. Почему произошло превышение пенсионного возраста? Потому что продолжительность жизни увеличилась, количество пенсионеров увеличилось. И это был неизбежный шаг. То есть просто посчитали по-другому, ребята, никак. И не просто никак, а такое никак, что блокирнули накопительную часть пенсии. То, что до этого было перечислено, его как бы оставили, заблокировали. Сейчас ими управляет НПФ или частная управляющая компания, или внешнеэкономбанк. Мы сегодня сейчас про это еще поговорим. А в итоге получается, что сейчас 22% от зарплаты, от отчислений, они все идут в пенсионный фонд, в базовую часть. Сказали, будут баллы. Но опять для чего? Для того, чтобы выплачивать текущим акционерам. Ребята, это свершившийся факт. То есть это не вопрос гипотезы, и это не вопрос того, будет или не будет. Это факт, который есть, пенсионный возраст увеличен, накопительная часть заблокирована. Накопительные отчисления, соответственно, сейчас идут на Пенсионный фонд России для того, чтобы выплачивать текущим акционерам. А та накопительная часть, которая была, она, соответственно, управляется частными компаниями. Вот она, ссылочка, в принципе, на слайде видно. Я не знаю, вручную сможете забить или нет, может разместим под видео. Можете посмотреть результаты НПФ. О чем говорят средние результаты НПФ? Сейчас на графике вы видите, что средний прирост 100 рублей в негосударственных пенсионных фондах. Это синяя область, красная область. Это накопленная инфляция за тот же самый период. С 2004 года по 2022 год у нас получается инфляция практически в 5 раз обесценила. Ну, не в 5, а там получается на 70%. То есть 30% покупательской способности сохранилось. Вот давайте так проще сказать. НПФ не справились у нас с задачей преодоления инфляции. Опять, я рассказываю в очень длинном вебинаре, из него взяты слайды. Вебинар вы можете смотреть по ссылочке ниже. И здесь нужно понимать, что причиной тому являются транзакционные издержки, достаточно высокие темпы инфляции, неэффективное управление НПФ. Ну, а что со всем этим делать? Решение на бесплатном мастер-классе 2,5-3 часа можете посмотреть, присоединиться. Возможно, вам это будет интересно. Поэтому вот то, о чем хотелось сегодня рассказать, показать на слайдах, объяснить, что происходит. Ребят, смотрите еще раз. Это не хорошо и не плохо. Это не у нас что-то не так делают. То есть, это вещи, которые происходят во всем мире. Рождаемость падает, смертность тоже снижается, продолжительность жизни тем или иным образом растет. В России, конечно, наверное, помедленнее, чем в среднем, в развитых странах. Но получается, что вот этот русский крест, про который я говорил, что у нас количество работающих недостаточно для того, чтобы выплачивать пенсии старикам. С этим мы сталкиваемся. И это, на самом деле, еще раз, не только у нас. Это мы видим и во Франции, это мы видим в Европе, это мы видим в Америке. Кто-то там показывает на Китай. Ребят, в Китае нет пенсионной системы, если что. Они там рассчитывают на собственных детей. Насколько вот велик шанс того, что вообще вся система будет переоценена? Ну, я думаю, что развязка близка, потому что, если говорить о пенсионных планах, но еще у нас же всегда показывают туда, на Запад, как у них там хорошо. У них есть пенсионные фонды, у них есть страховые компании, у них есть аренда с пожизненным содержанием. Когда ты оставляешь свои активы, аренда с содержателем, и, соответственно, он тебе на пенсии как-то дохаживает. То есть у них там это все есть, но дело в том, что там активы очень сильно переоценены. И есть риск того, что и облигации упадут в цене, и акции упадут в цене. Существенно из-за мирового финансового кризиса. И сама система может развалиться. И поэтому здесь возникает вопрос, что рассчитывать на то, что кто-то что-то тебе будет платить, скорее нет. То есть, смотрите, у нас получается, что вообще все современное поколение, даже уже, наверное, полтора-два поколения, оно живет в парадигме. Я вижу это по родным, близким. Они живут в кредит. То есть что такое кредит? Я потребляю сегодня, заплачу завтра. То есть я хочу машину сегодня, у меня на нее денег нет, я возьму ее в кредит, заплачу, пускай я переплачу. А с учетом инфляции я вообще ничего не переплачу. И здесь нужно менять мышление, да. То есть я лучше сегодня потрачу меньше, чтобы потом там в возрасте 40, 45, 50 лет у меня был капитал, у меня были активы, которые бы меня непосредственно кормили. Это был бы собственный бизнес, это было бы недвижимость, даваемая в аренду. Это было бы активы, бизнесы, акции, да, дивидендные истории, которые бы непосредственно работали, создавая цены для других и выплачивали мне как собственнику акции. Без каких-либо посредников, без прослоек в лице НПФ, ПФР. Ну то есть чем больше прослоек, чем больше людей, которые отделяют меня от прямого владения активом, потому что это очень важная история, я в вебинаре про это много говорю, то есть размер транзакционных издержек, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, да. То есть это вся история как про анекдот, да, там про банкира, да, и его сына. Он говорит, пап, я не понимаю бизнеса, ну как он у тебя работает? Он говорит, сынок, сходи в холодильник, принеси сало кусок. Сын такой приходит, приносит кусок сала, войдет на стол, он говорит, хорошо, теперь отнеси обратно. Тот относит обратно, закрывает. Он говорит, понял, он говорит, и в чем прикол? Он говорит, ну то есть сало как было, так и лежало, мы даже кусочков не отрезали. Он говорит, а ты пальчики потрогай, они-то жирненькие. И вот это вот они-то жирненькие, в конечном счете, на горизонте там в 30-40 лет, когда формируются пенсионные планы, пенсионные программы, вот этот вот размер жирка, который остается на пальцах, он просто становится колоссальным. И поэтому здесь важно минимизировать количество посредников между мной и прямым владением, да. То есть только брокер с низкими комиссионными издержками, никаких УК, никаких НПФ. К сожалению, этого обойти нельзя, да, то есть я не говорю сейчас про какие-либо налоговые оптимизации, то есть мы все равно с зарплатой будем платить. Но опять-таки сейчас, прямо сейчас, уже нужно начинать формировать собственный капитал из компаний, которые создают прибавочную стоимость, то есть становиться акционером. Ну что ж, сегодня на этом все. Вот так вот я бы сегодня рассказал про пенсионную систему. Я постарался объяснить. Я не пытался сказать или давать оценку, хорошо или плохо. Я постарался объяснить, с чем связаны такие изменения, почему это происходит, какие риски, соответственно, присутствуют, да, и, возможно, там, мы еще увидим в ближайшее время изменения, да, то есть изменения, которые будут касаться налогов для состоятельных людей, налогов на банковские вклады. То есть мы видели пример, когда повысили налоги на вклады, больше миллиона рублей, и сказали, что эта разница будет направляться больным, когда я сейчас плачу, допустим, НДФЛ в районе 15%, потому что доход превышает, по-моему, 5 миллионов рублей в год. Вот если превышает, НДФЛ, соответственно, увеличивается с 13 до 15%, и эти 2% мне вот уже третий год подряд шлют благодарственные письма налоговой инспекции. Максим Витальевич, спасибо вам большое. У вас денег больше, конечно, забрали, но они пошли на благое дело, вот, на лечение детей. Прогрессивная шкала налогов, богатые платят больше, налоги на роскошь, транспортные налоги, да. То есть здесь, скорее всего, тоже будут какие-то изменения в налоговом законодательстве. В первую очередь в законодательстве, касающиеся высокооплачиваемых сотрудников, да. То есть если будет увеличиваться размер, ну, высокий, значительно выше прожиточного минимума заработной платы, диверсифицированные платежи, которые будут идти именно в пенсионный фонд. А баллы так и будут считать, и также будут индексировать. Это, к сожалению, реальность, с которой нужно смириться. Кто-то смиряется, оставляет все как есть, кто-то не смиряется и вообще говорит, я не хочу с этим мириться, я уеду из страны, ребят, я вас огорчу. Это по всему миру происходит, да, и в России, наверное, еще не так сильно жестят, как в других странах. То есть в Европе это вовсю применяется, особенно Северная Европа, да. То есть там очень много таких вот дифференцированных платежей. Перераспределение богатств от богатых и бедных, от молодых к старикам. Вроде бы как такая некая уравниловка, вопрос, справедливо это или нет. И поэтому здесь я просто понимаю, что там, наверное, спасения нет. А кто-то, понимая, осознавая все это, старается найти решение. Мы на канале как раз-таки помогаем такие решения находить. Есть замечательный проект «Миллион за восемь». Также на этом вебинаре я про него рассказываю. Пройдите, узнайте. Надеюсь, вам будет полезно. И вы займете проактивную позицию, чтобы изменить данную ситуацию себе на благо. На связи был Максим Петров. У меня на этом все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok